Заниматься перевозками пассажиров стало выгоднее, признается Юрий Чернов, генеральный директор автобусного парка. Три процедуры, которые обязан пройти каждый перевозчик, категорирование, оценку уязвимости и составление плана безопасности, объединили в один пакет документов – паспорт обеспечения безопасности. Причем оценкой уязвимости раньше занималась сторонняя организация и стоила это немалых денег. Особенно для Юрия Чернова, у которого в автопарке 70 автобусов. Это требовало от перевозчиков очень больших вложений, затрат, сил и порой было, могу сказать даже, что это было неосуществимо. Изменения в законе о транспортной безопасности вступили в силу в конце января. Теперь оценку уязвимости может проводить сам перевозчик, что значительно сэкономит его средства. А заниматься этим будет человек, который отвечает за транспортную безопасность. Каждый перевозчик обязан иметь в штатном расписании такую должность. По новым правилам, процедура подготовки водителей стала проще. Сейчас закон предполагает памятки, регламенты, которые можно разрабатывать на самом предприятии. И вот водитель-то должен знать, что действует, когда автобус захватывает. Или как проверить автобус перед выездом в рейс, чтобы там не было какой-то закладки. Для пассажиров в салонах автобусов, метро, трамваев появятся наглядные таблички по транспортной безопасности. По закону, во всех видах общественного транспорта должна присутствовать вот такая памятка безопасности. Как правило, это выдержка из закона, по которой не всегда рядовому гражданину понятно, что к чему. Сейчас же придумали альтернативу, на которой все наглядно видно. Ежедневно на улице Самары выходят более 1300 единиц общественного транспорта. В год они перевозят почти 200 миллионов пассажиров. Безопасность перевозок – одна из самых приоритетных задач. Водители того же автобуса или иных лиц, чтобы они знали ровно то, что им необходимо. Не больше, не меньше, естественно, меньше. И чтобы они не отвлекались от выполнения своих обязанностей. Поэтому для нас это гарантия того, что они нормально и качественно выполняют свою работу. Для пассажира это гарантия того, что он помимо того, что получит комфортную поездку, он получит и безопасную поездку. Если до марта у перевозчика не окажется паспорта обеспечения безопасности транспортного средства, ему грозит штраф. Для физических лиц от 3 до 5 тысяч рублей, для юридических от 50 до 100 тысяч. Мария Левина, Василий Калдашов. События.